Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигаретки, и сегодня с вами снова я, теперь Надя, и всех с наступающим Новым Годом, или уже с Новым Годом, если он уже наступил, и вы сможете его в 2016 году, и я решила сделать тег, да, на своём канале, я не делала этого очень давно, вот, и со мной этот тег делают ещё другие блогеры, которых я очень сильно люблю, и я обязательно оставлю ссылки внизу на девочек, просто обожаю их, обожаю, и я очень рада, что они согласились вместе со мной, ответили на эти вопросы, и рассказать чулочку о себе побольше. Итак, тег называется детство, то есть сегодня будем рассказывать о своём детстве, и я буду отвечать сейчас на вопросы, их всего 12. Я выросла в Смоленске, в Москве, в Великом Новгороде, да, но большая часть моего детства прошла в Смоленске и в Москве. Конечно же, я люблю Москву больше всего, из всех своих городов, хотя родилась я в Великом Новгороде, и провела там 3 года своей жизни первых. Потом мы уже поочерёдно так, когда была возможность, мы ездили туда к своим знакомым, к своим друзьям, отдыхали там летом, и иногда ездили туда зимой. Ну, всё-таки Москва для меня это вообще самое-самое любимое, и, не знаю, самое родное, наверное, что есть. И до сих пор у меня огромная мечта переехать туда жить, надеюсь, что однажды это сбудется. И все самые, наверное, лучшие воспоминания, они связаны с Москвой, да, потому что только приезжая туда, я чувствую себя как дома, и она вызывает у меня просто нереальные эмоции, нереальные чувства. Это самое прекрасное, короткое, которое есть. Я надеюсь, что это так, на самом деле, хотя мне кажется, что я была очень вредным ребёнком, капризисным и невыносимым, потому что у меня такой характер жёсткий, можно сказать, и меня баловали часто, и думаю, что это... И я думаю, что это сказывалось на моём поведении, конечно же, вот, как и на любом ребёнке, которого балуют, он не чувствует себя любимым, но я не чувствовала себя любимой никогда, прям вот самый-самый просто, я была единственная девочка в семье, и поэтому у меня были свои привилегии. Но всё же я старалась быть хорошим ребёнком, если так можно сказать, вот, быть послушной и не делать каких-то плохих вещей. Хотя на них постоянно меня сподвигали мои братья. Своё детство летом я проводила либо здесь у бабушки, где я сейчас живу, либо там, где я выросла, у родителей дома, и я... Что я делала летом? Ну, играла с друзьями, бывала с братьями, когда совсем маленькая была, лет, наверное, до шести, до сними, провел с ними время. Затем, ну, ездили часто куда-нибудь. То же самое Москва, мы чаще всего там летом бывали, потому что очень много родственников у нас, и мы ездили туда меня лечить, на разные терапии массажные, на разные обследования. Вот, так что моё детство было по врачам, как у всех остальных девочек с моим диагнозом. Вот, и что ещё? Когда я поступила в школу, у меня появилась своя компания, у меня была просто куча друзей, очень-очень много, и мы постоянно собирались, всей компанией у меня дома. Мы во дворе играли, мы играли у меня дома, мы делали какие-то посиделки, праздники. И всегда было очень шумно, весело, и поэтому моё детство проходило в играх, можно сказать. У нас частный дом, и там свой двор, свой огород, и поэтому мы играли на улице очень часто, устраивали чаепитие, вносили туда стол, самовар. И это такие тёплые вспоминания, приглашали соседей, собрались так вот, проводили время. И на даче тоже у бабушки проводили время очень часто. И как-то лето вот так вот пролетало, и хотелось уже сказать, чтобы оно закончилось, чтобы снова началась школа, чтобы видеться больше с друзьями. Потому что многие куда-нибудь то уезжали, то были заняты своими семьями, да, на даче тоже у себя там были. Но когда начиналась учёба, это было уже совершенно иное время, которое даже было более насыщенное, чем лето. Моё самое счастливое вспоминание с детства, наверное, всё-таки было связано с моей родиной, с Великим Новгородом. Потому что однажды, когда мои родители куда-то ушли по делам, может быть, даже с ям... Я не помню этого, я была очень маленькая. И мне было лет 5-6, может быть, 7. Я не знаю, правда, это было очень давно. Мой дядя, он пришёл, просто перекинул меня через плечо и забрал. Можно сказать, украл меня прям. Да, потому что он никому ничего не сказал, куда мы ушли, что, где мы выйдем, да. И когда мы пришли на место назначения, я не знала вообще, куда мы едем, что дальше будет. Мы приехали на пристань, если можно так сказать. Там, видимо, либо это река, либо это озеро. У меня одесские воспоминания, они, в принципе, очень яркие, но я не знаю, что это, где это. Вот, и мы туда приехали. И там были лодки этого, я помню, настолько ярко. Целая куча лодок, они все друг на друге лежат. И на этих лодках можно кататься. И что вы думаете, чтобы дальше было? Он посадил меня на эту лодку, на большую моторную лодку. Там был его друг, и был сам дядя, и, кажется, был еще один его друг. И мы катались целый день по этой реке. Это, наверное, река все-таки. И там были огромные берега, потом начался ливень. И мы натягивали, типа, плаща такого огромного, чтобы вода в лодку не попадала. И мы на такой большой скорости гнали. Я была рядом с водителем, или, как называют, того, кто водит лодку. Не знаю. Вот. И, в общем, этот воздух, эта вода, и все это так брызгало, и так было приятно. И это были такие яркие-яркие воспоминания, что просто, я не знаю, они, наверное, на всю жизнь в моей голове, в моей памяти остались. И приносит мне, как раз, радость. И, возможно, поэтому я очень люблю воду, и сидеть около нее, смотреть на нее. Может быть, из-за этого. Да, конечно. Потому что это, опять же, самое, наверное, счастливое время, которое есть в жизни человека. Потому что в детстве у тебя нет никаких обязанностей, у тебя нет никаких тревог, у тебя нет никаких проблем. Тебе не нужно думать, как себя прокомнить, про свою семью там содержать, да, или чего-то в жизни добиваться. Ты просто ребенок, ты просто играешь, у тебя есть мама, папа, да, если в хорошем случае. У тебя есть игрушки, еда, там, постель, друзья. Ты просто можешь спать, можешь играть, можешь бегать, развиваться и так далее. Ты можешь узнать, чтобы ты не пропустить, что ты не пропустишь. И видеть мир более какими-то открытыми, искренними глазами, с большим добрым сердцем. И ты еще не покусан реальностью. И для тебя просто все волшебное вокруг. Да, конечно, мой самый лучший друг, мы учились вместе в школе, и мы знакомы где-то с 98-го года, кажется. Скоро будет 20 лет нашей дружке, и не знаю, я еще ни с кем, наверное, так долго не дружил, как вот с моим лучшим другом. Да, были, верю до сих пор, в мистические какие-нибудь вещи, там, типа, вгадание, или вызов души какой-нибудь, или чего-то еще подобное у карты Таро, там, тени, зеркала, все это такое мистическое. Я тоже сейчас в это верю, но не так, как в детстве, конечно же. Были такие моменты, когда мы собирались с друзьями, когда не было взрослых дома. Вот, это было в основном летом, и мы, точнее, они любили брать карты, либо какие-нибудь бумажки, свечи, и что-нибудь там писать, либо вызывать того же Пушкина, там, еще кого-нибудь из огромного мира. Они считали, что это круто, что это весело. Я очень сильно этого боялась, и говорю, что нет, я не хочу это делать, потому что, ну, мало ли, вдруг он реально появится, и что потом делать? Вот я в этом, я в этом же доме живу, а не в их. И поэтому, да, было сложновато. Потом с ребятами, потому что они, и мухихихаха, и я такая была впечатлительная, пугливая. И помню, как-то хотели с этой доской уиджи, или как она там называется, тоже поиграть. У кого-то она была, кто-то хотел ее притащить, и притащил. И я сказала, что просто, чтобы это из моего дома унесли, и ни в коем случае, чтобы это родители увидят, еще подумают, что там черной магией кто-то снимает. Моя самая любимая игрушка, я даже не знаю, какая была, у меня были коллекционные динозавры, крупные такие, из парк юрского периода, хотя я думала, что это маленькие ножки. «Земля до начала времени», да, называется, мультик. Я просто обожала этот мультфильм, и поэтому эти игрушки для меня были какими-то очень особенными. Потом «Человек-паук», это был самый любимый мой вообще герой, и до сих пор является им. И у меня были с ним тоже такие очень классные игрушки. Также «Пикачу», пушистый, мягкий. И лошади, самые разные лошади, я очень обожала лошадей. Вот, и такие вот у меня мягкие игрушки были любимые. Моя любимая книга детства была «Все наоборот», кажется, называлась она. Да, она даже у меня где-то здесь лежит, я ее из дома привезла. Она такая задрыпанная, просто вся затертая, вся пыльная, старая-старая, но я очень ее люблю, потому что там невероятно клевые рассказы, стихи и всякие смешные тексты, которые, не знаю, в детстве меня очень смешили, понимали мне настроение, радовали, и делали вот какую-то такую атмосферу. А так, в детстве я очень любила комиксы, и больше, чем книги, потому что книги я стала читать в более осознательном возрасте, после 12 лет где-то. Вот, и самые любимые у меня были «Хорухими руками Кавка на пляже», потом «Дэнс, дэнс, дэнс» его книга, а также книжки Павла Куэлью у меня были любимые. Я очень любила книги Андрея Белянина в фэнтези, потом «Гарри Поттер» очень любила в детстве. «Хоббита» и «Властелин колес» я читала в детстве, но полюбила только после, наверное, лет 14-15. Опять же, в сознательном возрасте, когда уже стала что-то понимать в таких вот жанрах, да, потому что в детстве я больше любила что-то такое либо весёлое, как у Андрея Белянина в фэнтези, но с элементами комедии. Самая любимая книга у меня была – это «Вкус вампира». Вот. И, наверное... Наверное, наверное... И, опять же, конечно же, это были комиксы. Самые разные комиксы. От Дональда Дака до, наверное, «Человека-паука». Там Слинстоуны, Джетсоны, всякие-всякие разные. У меня большие-большие книги. Толстые такие, коллекционные тоже. И привезённые из Москвы. Вот. Дедушка меня привозил. От него такой вот подарок у меня остался на память. И эти книжки у меня сейчас, да, лежат на столе, на полке стоят. И очень я их любила, очень сильно. Самое любимое кино в детстве, возможно, это было «Паркьюрского периода», затем «Бейскетбол» и, наверное... И, наверное, «Бесконечная история». Я, честно думаю, сейчас о многих фильмах, прибираю в голове, но ничего на память не приходит. «Домашние аресты» очень сильно я любила. И очень нравился «Один дом». Но это больше уже новогодние такие фильмы. Семейные. А если именно из таких фильмов, которые вот прям мои любимые-любимые... «Мортал Комбат» ещё был. Точно. Мы с братьями просто до дыр его пересматривали. А потом после этого подсели на фильм «Драйв». И подсели на «Закаты до рассвета». Наконец-то я вспомнила. Да, тоже очень любили, но он уже более взрослый был. А мы такие мелкие были, и потом втихую его смотрели. Потому что вау-вау, как круто всё такое. ТВ-шоу было очень много, но я назову парочку своих самых любимых. Это «Форт Боярд», «До шестнадцати» и «Старше», «Каламбур», «Городок» и, наверное, всякие музыкальные там, типа «Годомелозию», «Зов в джунглях» тоже интересный был, но я не так его сильно любила. Сериалы, это, конечно же, «Элена и ребята», «Друзья» и «Секрети материала», «Доктор Квинн», «Женщина-врач», просто ни один вечер не обходился у нас без этого фильма. Затем, конечно же, про «Геракла» был сериал, потом «Зен королевы воинов», хотя я её не так любила, как «Геракла». Альф, Гарри Хендерсон и «Зачарованная», про «Волчонка» какого-то, да, про «Волчонка». Чёрт, я даже сейчас не вспомню, как назывался сериал, очень его любила, просто обожала, это был самый-самый лучший для меня сериал. Вот про «Волчонка», как же он назывался, честно, не помню. И, конечно же, «Чудеса науки» и я люблю Люси. Ещё забыла «Твинбиггс», кажется, я его не говорила. А в школе я обожала русский язык, литературу и рисование, а в старших классах я полюбила физику и информатику. Вот, так что вот такие вот дела, надеюсь, вам понравились наши ответы и все наши видео, вот, и также моё видео, тоже мои ответы. И, надеюсь, услышать ваши ответы или рассказывать их внизу в комментариях. Всех с Новым Годом, люблю, целую, обнимаю, до новых встреч, пока-пока!